Добрый вечер Я не знаю, что это не определено, что это все и ничего. Надо иметься выбор, что это такое изменение. Так что, да, мы очень рады. Тема сегодняшнего эфира, это можно видеть правду. И это тоже Аня, как сказала, как вчера, мы очень благодарны за все, что она вам поддерживает. Да, так что, друзья, пожалуйста. Предлагайте стену, потому что нам тоже намного интереснее что-нибудь новое. Исследовать, вспомнить, раскопать. Так что, да, где нам в помощь, кстати. Да, напишем, что мы сегодняшний двух платформ. Поэтому мы уже откладываем. Да, у нас сегодня... Идем только где-то. Да, кстати, такой вид на улице, что не удивительно, что есть какие-то помещения. Да, напишите, пожалуйста, слышно нас сейчас или нет. Ну, это, наверное, пока нужно подождать на реакцию. Две камни, да. Что-то нахуй, да. Еще раз, ну, подожди немножко, да, вот, эээ. Вот, эээ. И как-то ещё. Может быть, это... Да. Может, переключ... Эээ, еще пуже. сейчас звук есть но тихо не слышно не слышно сейчас извините за это неудобство друзья но как случается бывает неловко даже покраснему чувствую да ничего страшно переживания опять тихо слышно плохо слышно и что теперь не знаю добрый вечер вас слышно но очень тихо слышно вот уже появляются появляется информация что слышно поэтому мы начнем вот хорошо отлично в общем я начала уже говорить все хорошо можно любить правду потому что если кто-то не слышал я повторяю тему и мы включаемся в дискуссию потому что очень интересно очень часто бывают комментарии ваши мы благодарим за это спасибо за вопрос еще раз они которая подсказала тему всех еще раз приветствуем и бата давай начни от этих наших интересных в анонсе комментарии да я просто сказала до этого что если я начну читать все комментарии то наш эфир этим не закончится потому что столько много подходящих высказываний но самые короткие мне понравились первые комментарии самые короткие то можно 2 тоже из коротких можно убить если рубить тоже интересно и еще интересно что разбить да но не убить то есть вот такое отличие можно отметить но тут появился комментарий например такой что слово можно убить слово можно исцелить а уж какое-то слово правдивое или лживое неважно слово это инструмент как нож меч обоюдоострый можешь картошечку почистить на ужин для семьи а можешь жизни лишить выбор за тобой все в твоих руках если можно то если честно то в этом комментарии так сжата действительно информация о том что на самом деле слова имеют огромную силу но очень часто люди боятся мне кажется говорить правду потому что переживают что причинят вред другим тем что скажут в глаза да да есть такое конечно или не хочу слышать правду да потому что вот очередной комментарий говорит конечно же можно не зря говорят лучше бы ты не говорил говорила мне всей правды что некоторые не хотят эту правду услышать но почему не хотят потому что они испытывают неприятные ощущения очень часто но это связано с эмоциями какие человек переживает там что то что он узнал правду или не узнал это факта не меняет правильно фактов не меняют но ком в комфорт вчера из но да да ты узнаешь правду кто то есть и кто-то ведет тебе не очень хорошо но вот так в такой ситуации на ну скажи вот правда вот человек получил например на суде как это называется приговор и это вот правда может его убить но да это неоправдачный приговор пожил жизненный срок скажем и что теперь но это факт он получил это это факт но мне кажется что в вопросе все таки больше другое значение слова правда придается да потому что мне кажется что просто какую-то истинную информацию о чем-то да ну вот допустим и сейчас у человека слабое здоровье тут тоже в комментариях появилось что смотря кто как какая психика человека что можно пошатнуть любой мелочью ну и допустим человек там больной у него там сердце больной нервы и узнает друг о смерти близкого человека да но и у него случается инфаркт и сам допустим умирает самый черный сценарий то есть можно убить можно тем более те ему сказать прям в лоб слушай тут умер да кто-то у тебя ну еще для кого-то это был очень важный человек и без него смысл жизни смысла жизни нет так это правда убьет его но это в чем разница с этим приговором то тоже самый приговор нет ну да он тоже лишился того что для него очень важно ему жить уже не хочется без свободы скажем он тебе этого не представляет но просто мы говорим о таких крайних ситуациях пока где действительна правдивая информация может очень отрицательную повлиять на человека то есть него как минимум будет в плохом настроении или даже покончить собой и то есть ранее лишить его жизни ну конечно так мы такие крайне приводим случайно такое существует такое возможно что словом так как можно дать жизнь человеку до поменять его коренным образом одним словом чтобы он жил но одним словом тоже можно сломать жизнь человеку это который правдиво на действительное слово но мы много раз говорили о том что смотря как мы что-то говорим потому что можно преподнести какую-то информацию таким образом что на самом деле это будет неприятно это вообще мягко сказано да а можно ту же самую информацию преподнести так что конечно ты допустим чем для подносить вообще информацию которая его ранит но иногда это необходимо человеку знаю знаю бывает но я признаки и сути когда люди говорят потому что это правда но может нет необходимости говорить им такой правда да это этот мне кажется это другая сторона вопроса когда уже трамву это слышишь просто да когда люди как говорится рубят правду матку до в глаза хотя это совсем не обязательно да просто не так ну вот я такой как бы вернемся к вчерашней теме вот я такой принимай меня как имя есть я тебе буду говорить в глазах все что я думаю да и поэтому возможно это есть правда просто зачем ее говорить я сейчас скажу интересный случай расскажи одна женщина обращалась консультанту то есть по семейным вопросам и говорит что она боится вот что ее муж ее оставить ну конечно возникает вопрос а как это что случилось но вроде ничего он очень хороший все нормально но я вот каждым днем чувствую все больше что он мне вот просто ну этого дня может сказать что я тебе оставляю ухожу тогда вопросов появилось все больше на каком основании если вот все вроде нормально и так далее нужно поговорить с мужем потом вдвоем это семейная пара то есть разговаривала с консультантом и он начал спрашивать действительно может муж хороший не говорит я ее люблю и вообще мыши такой нет чтобы ее оставлять а она все больше чувствует что это приближается несмотря на то все что все складывается хорошо после этом беседе 1 2 3 на наедине уже с этой женщиной оказалось что и мама сказала когда она была подростка и у нее была первая любовь ну первая любовь огромное сильное чувство она длилась две недели это огромное чувство и она сказала об этом маме со слезами а мама сказала ну вот так тебе и дура ты никогда там не найдешь себе я никогда не будет хорошего мужа ужас и она только где-то так в разговоре когда скажем консультант вел такой допрос смысле заставляю и вспоминать вопросами вот разные события с прошлого она нашла вот эту мышцу вот она это услышала и это к ней прицепилась и прошло много лет даже у ней был муж а все равно это вот к ней как не знаю что возвращалась эта травма просто получилось она ждала что он ее оставить есть и бы не консультация не такое чувство что он бы ее оставили нужно бы вела себя таким образом чтобы наверное потому что это за области само исполняющихся как бы это не звучало само исполняющиеся пророчества это такие высказывания когда мы говорим за теперь утверждаем что-то это так и происходит соответственно мы живем согласно тому как мы говорим то что в сердце на 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 языке и потом это начинает переходить вот наши чувства слова превращаются факты в жизнь в действительность вы знаете я вот вернулся но ты хочу бы коротко вернуться к эффекту плацебо что человек поверил ему происходит ну скажем истерился как как бы то поверил но друзья знаете были случаи что это работает в обратную сторону например человек проверял свое здоровье и врач ему перепутал диагнозы и и прочитал ему диагноз не этого человека и сказал ему что он болеет через три месяца умрет это был ошибочный диагноз особо ошибочная информация то есть это не его не касалось на человек он поверил умер он услышал это и начал готовиться своем мышлении все подсознание она уже настраивать готовилась к смерти так что это интересно это не просто так что но вот наш наш организм он подстраивается под то что мы о себе думаем и поэтому нужно быть очень осторожны когда мы говорим кому-то правду хочу в случае этой мамы и дочери я не знаю то есть это могло бы оказаться правда могло бы разрушить жизнь это высказывание может матча так на самом деле думал может потому что у него пород в жизни пострадала и это ей такой лозунг жизненный которая она несет всем женщинами дочери тоже сказала такое о том какие больно как она относится к мужчинам что вот они такие вот и вы знаете это так бывает что можно вот таких слов где-то слышать очень много но почему-то на один раз услышим какого-то человека непонятно почему этот день в эту минуту и это слово на нас очень мощно подействовать вот эту трудно предвидеть когда но можно можно сказать что это правда именно этого человека то есть это не как факт объективной да то что что это на самом деле так а просто для этого человека это правда который он передает другому и он еще преподносит это таким образом что это закладывается но если мама дочери говорит но это это что же эмоциональная связь с человеком конечно это очень важно я хочу бы даже об этом сказать что если мама там утверждала несколько раз так и так далее но это конечно неправильно да но вот достаточно иногда одного раза потом мама могу оговорить много раз все будет нормально а дочка все равно поверила в это одно брошенное вот такое высказывает знаешь почему мне так кажется что именно даже один раз когда скажешь это закладывается где-то глубоко потому что это связано с очень сильным эмоциональным состоянием человека в данный момент потому что дочка тогда страдала видимо из-за этой потерянной любви это поняла что она потеряла спустя там две недели вот эту любовь и мама ее как бы вот в этот момент еще утвердила в том что действительно да вот ты будешь всегда так любовь терять потому что все мужики и так далее и все это уже установка на всю жизнь поэтому тут комментарий насчет состояния эмоционального и психического человека это уже очень важен да то есть мы должны понимать что человек сейчас не в состоянии услышать да вот данную правду или вообще ему не нужно ее говорить ну ты вот хочешь так рационально разъяснить я бы хочу подсказать что мы много чего не можем объяснить почему именно одно предложение иногда вот так сильно сработает поэтому я хочу побудить всех слушателей взвешивать свои слова пять раз подумать пока мы что-то просто так лапнем другому человеку многие я знаю мы когда общаюсь многие из нас люди вот просто так у нас есть вот эта проблема мышления черный и белый или ты хороший или плохой вот мы разделаем вот так на но мы же не судь мы не можем так оценивать людей что ты будешь жить ты будешь ты будешь парти погибнешь скажем в армагеддоне это очень неправильно так вот рассмотреть на людей есть нам такое в таком духе мы будем общаться такое выскочит что то слово это тоже может так сработать мы внушим вот не обдумав такое слово человеку еще он в это поверил это может плохо закончится слова они очень сильно вот сильное влияние имеет когда мы говорим да правду нужно говорить но зачем сразу есть люди которые к этому не готовы а может с каким-то информациями можно подделить воздержаться да кто-то там правил сказал что нужно это еще преподнеси да может человека нужно какой-то правде подготовить 5 например но здесь здесь комментариях появился но относительно правда относительно какой-то мелочи что типа можно сказать правда ну но и у тебя там кофточка помята да это правда ну зачем это говорить ты хочешь сделать приятное человеку или ты хочешь чтобы он переоделся ли ты хочешь что понятно что если ты делаешь такое замечание говоря правду скорее всего человек почувствовать себя неловко если даже не вообще убежит с какого-то поправилась например не подожди не поправилась это вопрос типа такой да если сказать я ну слушай но ты потолстела там допустим и что это правда может быть и правда я сказал даже это мягкие сходы они могут тоже так сработать по человеку еще для него это важно если сегодня для всех это так важно то это может вообще ну как человека лишить радость и мотивации жить раз захочется то есть можно не обязательно убить буквально до лишить жизни но убить в нем радость желание до желание до жить и жила желание развиваться желание допустим вот жить в хороших отношениях с кем-то но потому что все равно не получится зачем стараться жить хорошей жизни люди вот многие они считаются многие вот люди они выросли в таком чувстве духе жертвы что над ними государство издевалось но скажем многие вот из нас которые росли на на востоке могли быть очень недовольны когда не было выбора и за них просто другие думали и создавали им условия для жизни и на самом деле это только поводы для жалоб были но то условия жизни сегодня человек он не несет за себя ответственность не умеет и вот такой проблемой внутри себя вот лучше но потом живут и живут не очень хорошо то есть они могут тоже нищий вот с собой по всей жизни и передавать другим вот этот настрой что тебе ничего не получится в мир такой поэтому радуйся тем что ты вот имеешь там не то есть это отбивает желание делать что-то достигать жизнь менять свою жизнь в лучшую своими руками а у многих если такая возможность они будут не говорю что мы можем ну вот конечно мы можем доказать и свои что мы можем очень много больше чем мы думаем но вот некоторые вообще пассивно ничего не делал просто мирятся с тем что вот мне вообще ничего хорошего не ждет а на самом деле всех если захотим ждет хорошая вещи мы в эту поверим что это правда что меня ждет хорошая я я смогу устроиться на работу я смогу вот решить свои проблемы вот 1 2 3 которые появляются с хорошим настроем меня ждет ждут хорошие положительные перемены в жизни вот у меня план на свою жизнь если человек он войдет сердцем вот в этот план в реализацию в свои мечты его жизнь меняется меняется в лучшую сторону это как эффект плацебо который мы говорим то есть где-то наше подсознание но как наше тело вот вот этим внутренним законом начинает подчиняться вообще она подчиняется только вот наши законы меняются теперь это закон хорошей жизни в подсознание где-то на там глубоко даже на каждого дня об этом не думаем но я человек которого ждет хорошие будущие перемены вот я вот это вот это могу сделать я вот берусь за это еще у нас будет обратное и еще мы кому-то подскажем чем там ничего не получится так человек даже и пытаться не будет еще поверить он не будет доказывать обратно ну если честно вот для меня вот этот вопрос как бы сразу ассоциировался с чем-то что на самом деле произошло неприятное да и не может действительно вот человека у которого там слабые нервы скажем так прибить да может быть не убить сразу наповал но может быть до расстроить чуть не сильно может быть причиной вот какого-то нервного с рыба и так далее и так далее но на самом деле тоже действительно это каждого человека есть своя правда который он воспринимает да и стоит задуматься а что я хочу хочу достичь тем что я скажу именно это да стоит ли этому человеку это слышать я достигну хорошего результата или наоборот если ты как-то правильно сказал задумываемся над тем что мы говорим и зачем то на самом деле вот этих убийств скажем так правдой будет намного намного меньше или вообще их не будет потому что я думаю что любую правду можно так так преподнести даже если она бывает неприятная что человек быстрее оправиться от этого даже если на самом деле это связано допустим со смертью или из какой-то вот болезнью близкого человека чем если ему просто да вот так здесь было сказано в одном из комментариев как топором на жубануть поэтому каждый из нас должен представить тебе что он врач и вот с этим эффектом плацебо мы должны играться просто получать удовольствие что когда мы разговариваем человеку внушаем ему хорошее будущее предсказываем ему хорошее будущее все получится но если я вижу тебе вот такие интересные качества есть вот у тебя такие возможности я тобой восхищаюсь и и что будет будет очень хороший результат не просто возможно мы поднимем человеку настроение на день настроение может на один час на это уже хорошо а возможно мы сделаем переворот в жизни человека может эти слова он как раз сильно поверить и потом он продолжит этот путь очень часто так бывает у многих известных людей но которые достигли очень много скажем что у них в жизни был какой-то переломный момент какие-то слова они услышали какой-то был момент который зарабатывал их пользу они они стали вот добиваться нам поверили на хороший результат я вот сегодня я такое слышал там про джеки чана актер очень известный он в молодости занимался как ученик у бруса ли это был интересный человек очень интересный вообще психолог у него была своя философия жизни но вот и они занимались по бегом бегали вместе и он ему назначил вдвоем что они будут быть получим какое-то большое расстояние ноги одно они пробежали это был уже предел всех возможностей а на второй день он назначил два раза больше и говорит давай и в таком коротком промежутке времени что же кичан отказался а потом но где-то половине там и так далее там был разговор вообще не понял зачем это но в каком-то моменте он продолжил и потом он говорит что ну что вот вот все происходит в его уме и все вот ограничения которые он думал что это нереально невозможно вот этот скажем промежуток времени за определенное время то есть это дик сверх силы вот так джеки чан думал говорит все ограничения они только в твоем уме когда пока ты видишь ограничения своих возможностей и ничего никогда не достигнешь то есть человек каждый он ставит себе вот и интересно было мышь на меня что каждый человек ставить себе какие-то ограничения сколько я могу и вот и мы можем столько сколько мы поставили себе ограничений а этот человек в друсе был он не очень интересным достиг очень много и в разных областях даже жизни и вообще как будто да как будто у него и ограничений не было то есть он такое иногда совершал я помню как он в теннис играл настольный теннис вот палочкой на цепи вот эту манчако да называется то есть такие документальные съемки но это удивительно не просто попасть в шарик да а вот просто играть с тем кто нормальный ракетка играет а он вот палочка падает да да но очень удивительные вещи делу там как будто сказалось в зубочи вообще сверхъестественных потому что он себе не ставлю ограничений он вот думал верю что очень много может человек доказывать то есть смотри получается что на самом деле то что мы многие люди не достигают больших каких-то успехов может быть это получается из-за того что им внушили вот эту правду что питья не получится ты можешь да что ты не этот они реально да а те которые вот эти ограничения никогда никто не ставил либо они не знали что это может быть предел да они достигали большего внушить или ограничение у нас полно у каждого человека поэтому мы можем перекладывать ответственность на же нас внушали нет но он уже проглачивает то есть на самом деле знаешь приходит время когда человек сам должен решить во что я верю на мы не можем опять причина есть откуда у нас это это установки как мы говорим но со временем вот сейчас мы когда вот такие умные разговариваем каждый может сделать себе выбор есть ли у меня ограничение или нет то есть я живу согласно моим ограничениям но это ограничение они находятся просто в моих мозгах я их сам себе вот ставлю когда человек он скажет у меня ограничение нет я очень много могу и еще он хочет и желает него все получится я сейчас вспомнил нашу дорогую сашу которая я тоже не сразу помнишь в эфире мы говорили о том что она инвалид на коласки в начале она рассказывает чем он занимается и 20 лет она там учит английскому спортом занимается на лошади катается скажем и она парализована потом я только сказал потому что так когда смотрят слушать никому и в голову не придет что она вот приковано да было время приковано вообще по щели после операции вот прошлом году а все равно очень активный человек делает намного больше чем другие физический скажем но полноценные а вот я бы сейчас назвал вот эту неполноценность где-то в уме или в сердце это неполноценность человек он так считает себя умным который немного может но и вон тогда и он тогда мог немного может можно сказать что перед таким человеком скрыли правду что ему и сказали что он может на самом деле поэтому в этом случае правду надо говорить ты можешь но я так подумала еще связи именно с с тем что многие так думают что правда может убить чисто из именно за осторожности и предпочитают может быть как говорят сказать полуправду или неправду чтобы как бы защитить этого человека или ребенка да вот например многие мамы которые сами одни воспитывают своих детей когда ребенок начинает спрашивать а где папа то что они говорят вместо того чтобы сказать правду да ну конечно доступной форме ребенка играть ну папа летчик там да и не знаю потом водитель ушел из дома да но чтобы вроде как бы они хотят же хорошо да не травмировать ребенка на самом деле они даже не предполагают насколько это большая травма для ребенка если ему не сказать эту правду когда он узнает что папа не лучше да это будет очень трудно потом очень большая крайность и разница кто ком на самом деле дальше помню вспомнил это короткий такой рассказ тоже нагладный такой пример про лягушку которая попала в яму попала я лягушка в яму глубокую яму не могу выбраться но вот этот еще одна важная деталь это лягушка была глухая но собрались другие лягушки и смотрят на нее она там глубоко в этой яме и этой лягушка пытается ну конечно выбраться за ты ям прыгает прыгает они говорят да слушай это невозможно так никто высоко не прыгает это такая маленькая не надо не трачь энергии а а это лягушка которая вот глухая смотрит на них она не смотрит они что то говорят не и она думает что они ее потом он его давай давай я не говорю она прыгает еще сильнее еще сильнее они говорят даст а брюк что ты делаешь а думать вот как еще немного осталось и прыгайте прыгает и сильнее англ ратта проще эту делу оставь не прыгать не получится не получится она не и думать что они ее согревают 10 немного и она выпрыгнула так что надо быть иногда глухие на эту правду которые хотят нас убить и восприниматель как обратное да что на веришь когда нам говорят не получится что на самом деле так по губам да что он говорит и там одно у тебя все получится но давай вернемся все-таки к этому стоит ли меня заменить истину о чем-то но искажать факты или говорить полу правду это это решение проблемы во первых не мы не обязаны всегда говорить то что я думаю то есть конечно не говорить ложь но нам не обязательно то все что в голову приходит думать получается говорить вы знаете есть тоже такое определение что истина 1 а правду очень много тут кстати появился комментарий что правда у каждого своя истина это что-то другое поэтому нам кажется что вот я на самом деле то что думаю то что говорю он так и есть но очень часто мы к нам кажется то есть вряд ли такое возможно что вот я вот такая особенная единица на этой планете и действительно рассуждаю в 100 процентах правильно таких нет и каждый из нас какую-то свою точку зрения имеет и нам кажется то что я вижу глазами что это так и есть только вот надо этот факт помнишь за что каждый человек смотрит со своей точки зрения и видит другую правду у него свой опыт свои нормы ценности знания и так человек он оценивает ситуацию по-другому так что мы не должны спешить с тем чтобы высказывать свое мнение быть уверен что вот в чем-то я на самом деле про это помнишь вот это же по в соцсетях кружу такой рисунок когда двое людей стоят на земле шестерка для одного это девятка для другого шестерка смотря с какой стороны посмотреть тебе шестерка вот а мне девятка нравится вот но я права с одной стороны и ты брали нет девятка больше но я правильно выбрала почему что шестерка должна девятка больше но каждый по своему прав я же вижу шестерку для меня это правда ты должна быть девятку я живу но и тогда должна стать стать под пою сторону какая умная женщина наконец она вашего ход поэтому чтобы действительно иметь общий взгляд и понимать друг друга на надо с одной с одной точки зрения смотреть они со своей посторонной мужа смотри как у нас сложилось очень интересно причем прямо когда есть проблема нужно смотреть с точки зрения мужа войти на его сторону и вот тогда двоем смотреть и оценивать ситуацию а когда мы смотрим с каждый со своей стороны у нас конфликт мы видим по-разному хорошо но означает ли это что муж всегда правда же синий про но еще ты встанешь ты увидишь но если окажется что все такие факты говорят что он не до конца прав то может мило стать на сторону жены и увидите ее точки зрения ситуации оба на одной стороне должен находиться вы как будто у тебя муж у меня вообще то вот но чтобы ты главное не забыла кто у меня еще память нормально но для того чтобы понимаешь объединиться и смотреть не стоять по друг против друга а вместе смотреть на проблем лучше перечи увидеть его точку зрения и даже если что-то не так то все равно они по одной стороне точно но я все таки все таки вернусь к этой полуправде потому что очень многие люди как интересно формулируют это слово когда не хотят до конца эту скажем так правду или истину сказать чтобы как бы не ранить человека то они заменили слово ложь на полуправду а почему мне сказать что это полу ложь да потому что это не меняет суть да то есть мы не сказали правду до конца не может быть как-то исказили факты поэтому это точно не стоит делать лучше если мы боимся что-то кому-то сказать лучше промолчать если мы боимся а нужно человеку сказать это попросить давайте попросим кого-то другого кто смеет преподнести то что это тоже выход из ситуации да если мы знаем о чем-то каком-то факте о какой-то истине который нужно человеку преподнести и сказать а мы сами не знаем как это сделать боимся может быть чтобы не ранить то мы можем знать человека который сумеет это сделать может авторитет для данного человека и может как кто-то близкий кто хотя часто бывают такие близкие что к сожалению не думает о словах только вот как раз и рубят вот эту правду матку к сожалению из-за этого по близки это не тот кто родственник по крови это не обязательно по самые близкие по душе человек это не обязательно добрый жевачек сожалению мы в такое время живем должно так быть что вот родственники и друг за друга стеной но сегодня это не всегда так бывает но вообще-то знаешь что вывод напрашивается такой что нужно быть осторожным с тем что мы говорим не спешить осуждать человека и высказывать отрицательное если мы хотим посмотреть в основе исправить человека сказать болезненную правду как ребенка нужно же воспитывать не нельзя просто всегда ну как сказать ему тоже неприятно когда он в чем-то ошибается это на это тоже нужно смелость но нужно это очень умело делать чтобы не подавить вот личности человека чтобы ему не так чтобы он потерял смысл жизни не говорит ты идиот давай еще раз подумаем до этого до эфира посмотрели интересный ролик он конечно смешной потому что комедийный такой но на самом деле он тоже трагический потому что это готовый травмированный ребенок который не умеет 2 минус 1 и сказать ответ но может для 2 яблока я у тебя одно яблоко сколько у тебя осталось я взял от него и сожрал 1 яблоко растоптал ногами порезал сколько тебе две морковки грязной морковки я одну шашу но даже дело не в этом это конечно очень смешно выглядит я подумала с другой стороны тоже печально потому что если я отец такому сыну который уже боится что-либо сказать говорит что ты идиот то этот ребенок когда будет расти он будет расти с этой мыслью что он идиот зачем ему стараться что-либо дел зачем ему вообще напрягать мозги хотя папа потом сказал что есть шанс тихо сказала тем не менее тем не менее да надо тоже конечно нервы сдают у родителей тем более если сложный ребенок и туго у него с мышлением всякое может случиться но тоже надо нас за словами следить да потому что действительно эту травму можно такую ребенку своему бесплатно продать что потом из человека никакого успешного да и не видео скажем так не будет к сожалению но ролик смешной да вот мы тут это перестали читать вообще комментарии ну да это моя это моя правда не их не так уж много тут были примеры того как чем у него так много вот я что-то не понимаю почему люди внимательно насчет ограничений было насчет вот слона который помнишь был привязан и потом слон расчет привязаны к столбику маленькому соответственно ему возраст его ну когда он был ребенок малышом еще бы скажем хотя он большой потому что это слон цвет но когда вырос потом все равно держится это столбика он перестал верить что он сможет ну как выбраться освободиться это века написала вот этот пример еще раньше ольга написала насчет вот этой правды когда на остановке пожилой женщине она сказала что у нее пальто пальто грязное да и бабушка бабушка поблагодарила и сказала вот видите никто не скажет а я вот пойду переоденусь то что я не видела глаза не видят да она не заметила если это вот как раз если кому-то действительно подскажем что у него ну допустим мужчине что у него ширинка растемнута но деликатно ну лучше я думаю сказать чтобы не ходил весь день за открытым застегнули что-то не даже ну как-то не очень выглядит ну да очень весело и все смеются новое избежание вот таких ситуаций вместо того чтобы там ему что там у тебя кофта помята да как ты выглядишь ты вообще вот неряха и так далее и так далее да то есть ради чего мы преподносим вот эту вот эту правду а еще тут из комментариев что продавцы одежды особенно женская честно часто говорят полуправду когда покупатель меряет ее но на самом деле знаете что еще интересно мало того что люди и продавцы говорят полуправду в магазинах специально установленные зеркала которые говорят полуправду потому что ты приходишь домой смотришься в свое зеркало это совершенно по-другому выглядишь чем чем в этом зеркале магазине вот в чем проблема поэтому на самом деле нужно тоже уметь полагаться на себя в этом плане и самому себе понравится а не слушать что тебе там скажут да вообще магазины маркеты они построены так не случайно где какие товары на верхней нижней в начале вот этой дорожки или в конце это все не случайно там очень хорошо специалисты поработали чтобы человек он покупал то что им нужно вот продать кроме этого я сейчас вчера да говорили о зависимости от азартных игр да вот этих местах где люди занимаются азартными играми нету окей нету часов там все обстановка тоже так создана чтобы люди оттуда не выходили они теряют представление времени и могут сидеть круглосуточно там то есть там даже то же самое они на папа определенные проблемы и правильные методики строятся обустраиваться все эти места где люди азартными играми занимаются так что это это такие ловушки психологически здесь можно сказать что в их случае они скрывают правду и это тоже может убить а особенно если речь идет об азартных играх то есть человека довести до зависимости и это же убивает на самом деле человека то есть вот как мы говорили всегда баланс нужен говорить правду но преподносить его таким образом чтобы не вот как раз не разрушить человека но можно тоже промолчать если это совершенно не нужно до знать человеку там очень плохо в азартных играх когда человек придет первый раз это очень важный момент первый раз когда зайдет просто поразвлекаться и он выиграет скорее всего он останется там до конца уже на своей жизни и они на этих зарабатывают то есть есть другие которые пришли и проиграли я в детстве играл тоже в карты и проиграл большую сумму мы ехали на экскурсию там автобусом со сверстниками и я с кем-то играл по дороге и проиграл вот то деньги которые мама мне дала на расходы там я был травмированный поэтому мне отвращение оно осталось а вот другие виды зависимости попал они не травмировали да другие виды зависимости вот это подействие на самом деле это так и есть но когда кто-то зайдет и он выиграет в первый раз то потом он опять у него остается вот это сигнал вот такой что там можно выигрывать он возвращается возвращается потому что у него вот этот положительный настрой он появился к этому виду развлечения так скажем что знаю может истина такая что уже время заканчивать да друзья спасибо спасибо за вопрос тем кто вот сами общается пишет они поговорим за эти вопросы и мы ждем новых спасибо за сегодняшний комментарий ну что ж может мы появимся завтра вечером вполне возможно истиной да обязательно мы встречимся да друзья всего вам хорошего приятного пятничного вечера и до встречи счастлива хорошего вечера хорошей субботы